Вести Карачаева, Черкесия Вчера в Пятигорске осталась рабочая встреча полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки и главы Карачаев-Черкесии Рашида Темрезова. Стороны обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического и общественно-политического развития субъекта. Рашид Темрезов рассказал об исполнении на территории региона поручений президента страны по вопросам оказания поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации и членам их семей. Руководитель региона Рашид Темрезов провел рабочую встречу с вновь избранным мэром Карачаевского городского округа Маратом Урусовым, за кандидатуру которого единогласно проголосовали депутаты Думы города. Глава Карачаев-Черкесия обозначил перед новым градоначальником задачи на ближайшую и среднесрочную перспективу, касающиеся экономического и социального развития территории округа, а также благоустройства населенных пунктов. Глава региона подчеркнул, что одним из важных направлений развития Карачаевского городского округа является его инвестиционная привлекательность, и над этим необходимо работать. Рашид Темрезов поручил представить концепцию развития центральной части Карачаевска. Сейчас на территории городского округа реализуются сразу несколько проектов. Строительство парковой зоны «Зеленый остров», Дома культуры в Дамбай, Ледового дворца, ремонт стадиона «Саулук», готово также к сдаче новой поликлиникой в Карачаевске. Есть серьезные планы по освещению населенных пунктов, которые необходимо завершить уже в этом году. Глава региона поручил мэру лично контролировать завершение строительства этих социально значимых объектов. Мэр проинформировал о старте еще одного важного проекта, который позволит полностью снять проблемы с отоплением и горячей водой в Карачаевске. Это строительство новой котельной в южной части города. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2023 год. В региональном правительстве одобрили законопроект о республиканском бюджете на 2023-2025 годы. Документ рассмотрен на заседании, которое прошло под председательством премьер-министра Карачаевской Кеси Мурата Аргунова. Помимо этого, на повестку дня было вынесено пять вопросов. В том числе министр финансов республики Вадим Камышан доложил об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев этого года. Руководитель ведомства сообщил, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем доходов увеличился на 12,5%. Как и в предыдущие годы, региональный бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность. Исполнение расходов по социально ориентированным отраслям в общем объеме расходов составило 65%. В целом, расходы, связанные с оплатой труда и предоставлением мер социальной поддержки за 9 месяцев, исполнены в полном объеме. 3 миллиарда рублей на поддержку здравоохранения получат регионы Северного Кавказа. Такие средства дополнительно направит правительство страны в этом году. В частности, Карачаевская Кеса получит 136 миллионов 400 тысяч рублей. Компания «Архиз Оригинал» начала поставки продукции в Китай. В этом году предприятие планирует поставить в КНР около 400 тысяч литров воды, что составит около 30% всего экспорта компании. А в следующем году поставки предполагается увеличить в 3-4 раза. Ранее «Архиз Оригинал» экспортировал воду в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. Курорты Карачаевщики, Сочи и Адыгеи получат единое транспортное сообщение. Их свяжут железнодорожной веткой. Поручение о проработке данного вопроса в ответственное ведомство уже дал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В Карачаево-Черкесию поступила назальная вакцина «Спутник Ви». Жители теперь могут привиться от коронавируса путем интерназального введения препарата. Региональным Минздравом приобретено 20 тысяч насадок распылителей. Назальные вакцины от коронавируса и в ближайшие дни после оформления документации будут распределены между медорганизациями республики, на базе которых созданы прививочные пункты. Новая назальная вакцина, как и ее предшественники, является двухкомпонентной и вводится с интервалом в 21 день. Ее принципиальное отличие в том, что теперь вместо инъекции достаточно распылить вакцину в носовой полости с помощью специальной насадки-атомайзера. Для многих такой способ психологически проще, а эффект по данным НИЦ имени Гамалеи такой же, как от прививки посредством инъекции. Сотрудниками полиции начато уголовное преследование в отношении жительницы Аула Сарытюз, которая подозревается в совершении преступления по статье Уголовного кодекса страны, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Комментирует начальник отделения информации и общественных связей МВД по Карачаево-Чекесе Евгения Узденова. 25 октября в городе Карачаевске по улице Ленина водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, 48-летняя жительница Аула Сарытюз, допустила наезд на пешеходном переходе на малолетних 2014 и 2015 года рождения, которые переезжали проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. В результате дорожно-транспортного происшествия 8-летняя девочка скончалась на месте происшествия, второй ребенок госпитализирован. Следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. 26 октября Черкесским городским судом в отношении Автоледи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Масштабный ремонт двух общежитий на 720 мест Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева, который проводится впервые за более чем 40 лет, завершится в декабре текущего года. По словам ректора вуза Таусултана Узденова, ремонтируются три здания университета, два восьмиэтажных общежития и большая столовая, рассчитанная на 300 мест. В прошлом году здесь были заменены системы отопления и энергоснабжения, проведены внешняя и внутренняя отделка зданий, ремонт жилых комнат, санузлов, коридоров, заменены камеры наружного и внутреннего наблюдения, а также обновлена противопожарная система и полностью поменяли мебель. После ремонтных работ поменяются внешние виды общежитий, они станут более современными. Центральная районная библиотека Усть-Джигуты прошла конкурсный отбор и в 2023 году начнется работа по созданию модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Это будет образцовая библиотека, оснащенная современным компьютерным оборудованием и использующая в работе новейшие информационные технологии. Это будет третья по счету библиотека нового поколения в Карачаево-Чикесии, подобные уже открыты в ауле Псы Жабазинского района и в селе Учкекен малокарачавского муниципального образования. Школьница из Карачаево-Чикесии Лиана Лепшокова стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в рамках 12-й смены Международного детского центра «Артек» в Крыму. Представлявшие Карачаево-Чикесию Ангелина Уракчиева, ученица школы аула Адыги Хабль и Ростислав Пудаков, обучающиеся 13-й гимназии Черекеска, стали призерами конкурса. Финал «Большой перемены» объединил полторы тысячи учеников 9-11 классов из разных регионов России. Напомним, конкурс «Большая перемена» – проект Федерального агентства по делам молодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева стал участником первого блок-тура программы «Студ туризма». Карачаевск, Нижний Новгород, Орел, Уфа, Новосибирск и Кемерово – эти города объединил первый блок-тур программы «Студ туризм», цель которой – создание единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодежи. В рамках тура в КЧГУ приехала участница молодежных и студенческих форумов, студентка Ивановского государственного университета Анастасия Ленец. Она один из шести тревел-блогеров, прошедших отбор из 127 претендентов. За несколько дней нахождения в республике Совет обучающихся университета проведет для Анастасии экскурсии по Карачаево-Черкесе, ознакомить с научно-исследовательской базой вуза, а также она принято участие в мероприятиях университета. Ребята уже показали блогеру красоты Тиберды и Дамбая, поднялись на Шанинский храм, попробовали блюда национальной кухни. 30 октября в Карачаево-Черкесе, как и страны в целом, пройдет ставшая уже традиционная международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант». В образовательных учреждениях республики будут организованы почти 40 площадок для написания диктанта. В числе заявленных в этом году площадок также военнокомиссариат Карачаево-Черкеси и Тибердинский национальный парк. Центральной и самой большой площадкой на 350 мест, как и в предыдущие годы, станет КЧГУ имени Умара Алиева, где располагается оригинальное отделение Русского географического общества. Диктант также будет доступен в онлайн-формате. Тестирование на сайте dictantergo.ru начнется в тот же день, что и на очных площадках, и продлится до 14 часов 10 ноября. Задания будут составлены в четырех вариантах, каждый из которых включает 40 вопросов. 10 по общеизвестным фактам из географии и 30 более сложных, требующих применения образного мышления и логики. В состав задания этого года войдут и вопросы непрофессиональных авторов, связанные с живописью, музыкой, литературой, народным творчеством и присланные в рамках конкурса «Напиши свой вопрос» для географического диктанта. Один из известных народных коллективов России, государственный Волжский хор имени Петра Милослава, впервые выступит в Черкесске. В городском дворце культуры 1 ноября в 19 часов зрителям будет представлена юбилейная программа «Нам 70». В нее вошли как легендарные номера, такие как «Из-за острова на Стрежень», «Русь моя вечная», «Калинка», так и новые произведения «Гуси-лебеди», «Ой ты, Волга», «Край морской», «Я когда-то была молодая» и другие. Гастрольный тур Самарского коллектива по российским городам, в числе которых Майкоп, Черкесск, Нальчик, начался 21 октября в рамках федеральной программы «Мы – Россия». Волжский хор второй раз участвует в проекте, призванном объединить и поддержать гастрольную деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов страны, что особенно важно в год культурного наследия народа в России. Билеты на концерт 1 ноября можно приобрести в кассе Государственной филармонии Карача и Черкесе, а также на сайте volgahor.ru, в том числе с помощью пушкинской карты. Ну и последняя информация. Во дворце спорта «Юбилейный» парка культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» с 28 по 30 октября пройдет чемпионат Северокавказского и Южного федеральных округов по баскетболу среди мужчин. Сегодня в 18.30 состоится игра «Динамо Грозного» и команды Республиканской спортшколы по баскетболу, в составе которой выступят и воспитанники спортшколы номер один Черкеска. В трехдневных состязаниях будут участвовать и донские соколы из Новочеркасска. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснением погода. Утром местами небольшой дождь, в горах со снегом. Туман. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В горах местами плюс 2-7. В Черкесии без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Столбик террометра поднимется до отметки плюс 12. На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен. Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут. Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около 7 часов. На правах рекламы ПАЛУНДРА! ПИРАТЫ ЗАХВАТИЛИ КИСЛОВОДСК! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2.96.58. Спешите узнать тайну пирата. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова